наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте он уважаемые слушателям и зрителям да вы знаете какая практика порочная сложилась в нашем государстве какие-то регулирующие органы там какие-то бюрократы придумывают но не законопроекта какое-то положение что-то меняет на самом деле что несет в себе законодательную инициативу значит что-то меняют это все дело не проходит и они обращаются в суд и в суд при суд признает это законным и это становится как бы законом и до поры до времени им это довольно успешно удавалось сделать но вот последнее время как-то демократам с этим не очень везет да к счастью такие моменты происходят и в общем то мы с вами это видели и во время обама кстати говоря видим с вами ты сейчас что принцип разделения властей несмотря на все усилия демократов он пока еще работает и слава богу и в этом смысле все-таки америка еще выгодно отличается от европы где наверняка слышали в историю про бельгию например там было признано что все эти принудительные вакцинации так далее в волоне они вроде противоречит всем существующим правилам и законам и было велено судом их отменить но власти региона они просто-напросто проигнорировали решение суда в америке тоже прекрасно понимаю такое к сожалению происходит но все же все же пока суд все-таки играет важную роль на самом деле даже слишком важную потому что не очень нормально когда люди не избранные они получают такую власть ну вот тем не менее что есть то есть благодарю полянову кого за помощь подготовки выпуска и я бы на сегодняшний день обратил внимание на два дела связанных судами одно но она они правда все еще продолжаются и видимо и будут еще долго продолжаться но тем не менее они уже указывают на то что судьи все же сопротивляются вот этому вот леволиберальному засилию и постоянному давлению на себя но если вы помните то одним из главных героев судейской скамьи времен обама был эндрю хэннон судья из техаса который как я не раз вам говорил мы с удовольствием напомню еще раз остановил амнистию а вот за первый год нахождение мистера байдена в белом доме уже славу главного такого противника юридического действующей власти снискал судья из луизианы терри доути человек ну все мы помним судью шрёдера да конечно но все-таки сейчас мы немного другом потому что терри доути он уже второй раз подряд наносит удар по политике байдена и компании первое ты еще летом когда он отменил запрет наложенной администрации на аренду федеральных земель с целях разработки нефтегазовых месторождений судья признал это запрет противоречащим существующим законам а вот теперь он добрался и до принудительной вакцинации и несколько судей кстати уже несколько судов по этой вакцинации нанесли удар но я уж сосредоточусь именно на решении судей дочи тем более что повторяю он второй раз обращать на себя внимание и если вы по и посмотрите что он пишет на самом деле решение достаточно длинные 32 страницы но в общем и целом доступны я выделю несколько моментов тем более что когда мы с вами обсуждали ранее принудительную вакцинацию мы тоже их касать прежде всего это то что речь касается вакцинации медработников кстати в данном случае первое то что когда надо заставить довольно таки большое количество людей что-то порядка 10 миллионов трехсот тысяч в обязательном порядке подставить соответствующие места под уколы то это не может делать федеральное агентство а мы с вами сталкиваемся ситуации когда в эту вот вакцинация она проводится через агентство однако как пишет судья доте если речь идет о таком количестве людей то соответственно это должен быть закон а закон агентство федеральные не принимают соответственно должно быть решение конгресса и только за если решением конгресс будит федеральное агентство наделено такими полномочиями а имя запомни Anyway законодательный исполнительный Robbie закон принят и надо исполнить а пока этого нет соответственно заставлять людей что то делать без закона это неправильно Но Доути не останавливается на этом и указывает, что даже если вдруг Конгресс подобный закон примет, то скорее всего и вероятнее всего этот закон долго не проживет, потому что его почти наверняка признают неконституционным по целому ряду причин. Но судья Доути обращает внимание прежде всего на то, что в Америке как-никак существует такая вещь, как права штатов, и что даже подобные решения Конгресса, да, Конгресс принимает законы, само собой, но Конгресс не может заставить штаты принимать свои законы. Это должно делаться штатами и законодательными собраниями штатов совершенно самостоятельно. Как только Конгресс начинает что-то там требовать, то мы с вами сталкиваемся с нарушением Конституции. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда все мы помним, что суды имеют в общем-то право признать те или иные акты Конгресса неконституционными, что вот в случае, если Конгресс возьмется за навязывание вакцинации, скорее всего, и заставлять будут штаты это делать, скорее всего, и он окажется заблокированным судьей. Следующий момент, не менее важный, это то, что, как пишет судья в своем заключении, у людей не вакцинированных по разным причинам, между прочим, тоже есть право. О чем, кстати, забывают в Европе, ну, вы сами наверняка слышали, читали, а некоторые даже и видели в ряде стран, какие безумные меры там уже предпринимаются. То есть получается, что, ну, люди первого-второго сорта. В Америке, как известно, несмотря на все усилия левых товарищей, принцип равных прав действует. И таким образом, права людей по тем или иным причинам, не сделавшими вот эту самую ужасную или для кого-то замечательную прививку, я не буду здесь ничего говорить, сейчас не в этом дело, они должны быть защищены так или иначе. И, соответственно, как пишет судья Доути, защита прав невакцинированных, она требует того, чтобы вот соблюдалась нынешняя ситуация. Ну, нынешняя в смысле, что нельзя заставлять их что-либо делать. И последний момент важный, на мой взгляд, естественно. Здесь судья Доути не первый, кстати говоря, кто этот момент акцентирует, потому что все разумные судьи, которые отменяли локдауны, а их было немало, к счастью, все об этом писали. Но что американская система так устроена, что когда наступают критические моменты, наоборот, надо максимально следить, максимальное внимание проявлять к действиям властей, чтобы они сложившуюся ситуацию сложную не использовали для укрепления своей власти и нагнетополномочий, и расширение этих самых полномочий вообще до абсурда и до безобразия. По мнению судей Доути, как раз суды и должны указывать правительству, властям на место, и указывать, что увлекаться всеми этими чрезвычайными ситуациями, чрезвычайными положениями, это вредно для прав американских граждан, и это верно для американцев, прав совершенно верно, и, соответственно, надо следить, чтобы ни в коем случае принципы Конституции не нарушать. Судья Доути, конечно же, говорит, что он консерватор, но при этом, что когда он принимает решение, он руководствуется никак не политическими своими взглядами, а следованию закону. Я полагаю, что это его решение как раз подтверждает его правоту. Поэтому посмотрим на его дальнейшие действия, на его дальнейшие решения, но пока вот человек, безусловно, достойный. И я не просто так выделил вот этот самый момент, что Доути говорит, взгляды надо оставлять за дверями суда, и главное это смотреть, насколько то или иное дело соответствует Конституции или существующим законам, потому что, если мы с вами посмотрим на страсти в суде Верховном, по делу, связанными с абортами, это который ДОПС против организации женского здравоохранения Джексона, дело, связанное с абортами, с законом штата Миссисипи 2018 года, по которому запрещаются аборты после 15 недель. И если мы с вами обратим внимание на то, как слушания, пока были только слушания, прения, так скажем, как они освещаются в прессе, то мы с вами увидим, что ситуация с делом, с процессом над Кайлом Риттенхаусом, она, в общем-то, повторяется. То есть, на самом деле, обсуждается не то, насколько те или иные законы или насколько тот или иной прецедент, ну, прежде всего, пресловутая Роу против Уэйда 73-го года, насколько они соответствуют Конституции, сколько то, что авторы, аналитики и журналисты, они реально думают об абортах. А штука какая, что вы думаете об абортах, это, конечно же, ваше дело, вы можете их одобрять, можете их не одобрять, но в данном случае речь идет о том, насколько вот то самое решение при 1973-го года, которое, в общем-то, открыло дорогу абортам по всей Америке, насколько оно действительно соответствует 14-й поправке и Конституции вообще. Эмоции здесь, как бы, не имеют ни малейшего отношения к происходящему отношению к абортам, имеют отношения еще меньше. Все зависит от трактовки Конституции. Я, естественно, прежде всего ссылаюсь на судью Томаса, ну, так как слежу за ним с наибольшим вниманием, и если вы читали или слушали его вопросы, заметьте, Томас вообще редко довольно-таки, он известен как великий молчальник, довольно редко вообще участвует в устных каких-то слушаниях, и сам говорит, что они, в общем-то, на самом деле его решение не меняют. Но здесь он задал несколько очень интересных вопросов представителям сторонников абортов, а именно откуда вообще это самое право взялось. Томас не раз эту идею озвучивал, говоря, что... Если вы прочтете его мемуары замечательные, то не сказать, чтобы он там себя описывает противником абортов вообще. Он пишет о своем неудовлетворении вот тем самым решением 73-го года именно с позиции человека, который знает Конституцию и исходит из того, что надо ее трактовать так, как она задумывалась, и что, собственно говоря, 14-я поправка и подразумевала в самом начале. А представить себе, что когда она принималась в 60-е годы 19-го века, то сенаторы и конгрессмены были очень озабочены абортами, ну, простите, я в это ни за что и никогда не поверю. Тогда были проблемы совсем другие, и точно, что аборты в 14-й поправке незначимы. И, соответственно, судья Томас не раз говорил, что аборты – это вымышленное право, его нет в Конституции. И вот тут он задал вполне разумный вопрос. Вот вторая поправка, да, там все понятно. Вот четвертая поправка, ну, тоже все понятно, все написано. А что, собственно говоря, мы обсуждаем здесь? Что вот за право, которое мы ассоциируем с Конституцией, здесь озвучивается? Свобода, самостоятельность, самостоятельное принятие решений, что? Или, собственно говоря, аборты как таковые. Если аборты как таковые, если это привязывается к одному из тех, что я назвал, пусть это попробуют сделать. Если нет, и мы говорим просто об абортах как таковых, то их в Конституции, извините, нет. Я при этом еще раз говорю, что если большинство добьется того, что будет принята какая-то поправка или еще что-то, то тогда вопрос совсем другой. Перейдет в какую-то морально-нравственную плоскость. Там есть что обсуждать, есть о чем спорить. Но нельзя, по моему убеждению, конечно же, я соглашаюсь с судьями, которых принято считать консервативными, а нельзя трактовать существующие, устоявшиеся статьи Конституции или поправки к ней, как заблагорассудиться, потому что можно тогда придумать абсолютно все, что угодно. И если сторонникам абортов так хочется добиться того, чтобы они были, это не суд должен делать. Еще раз повторяю, и не надо здесь использовать Конституцию. Поэтому судья, нам несколько судей хорошо выступили, я ничего не могу сказать, кто участвовал в этих перепалках, ну, хорошо, прениях. Но вот все же мне привычно более всего понятна и объяснима позиция судьи Томаса. Что важно, кстати говоря, иметь в виду и помнить. Если мы с вами представляем, что решение суда по данному вопросу, по ДОПСу, то есть оно так или иначе, ну, если не аннулирует, то очень сильно наносит удар и меняет по тому самому РОВу против Уэйда, то не надо думать, что вот это будут запреты на аборты. Нет, ни в коем случае. Просто это будет означать, что у штатов появится больше возможностей регулировать аборты самостоятельно. И вот там как раз и местные законодатели, местные избиратели и должны будут решать, что и как. Если они полагают, что им нужны аборты, пусть их принимают на уровне штатов в любое время. Если не нужны, то пусть, соответственно, тоже принимают соответствующие законы. Все зависит от избирателей и от того, что выбранные ими законодатели решат. Но это уже не будет навязанное сверху решение неизбранных людей, еще раз повторяю, как происходило все это время благодаря вот этому самому РОВу против Уэйда, который, наверное, одно из тех решений, что раскололи общество очень и очень серьезно, а никак его не объединили. Многие, опять же, противники отмены этого самого РОВу против Уэйда говорят, что надо соблюдать правила прецедента, и вот раз решение принято, то, извините, все, его не надо трогать. Хотя я, в общем-то, напомню, что было такое решение, на которое и все ссылаются. Но почему бы на него не сослаться еще раз? Это дред против Сэнфорда, по которому в 19 веке, опять же, еще чернокожие были практически лишены прав. И почему-то никто не возмущается тем, что это решение так или иначе было отменено. Что касается уважения к прецедентам, то опять я вам процитирую того же судью Томаса, который говорит, что самый главный прецедент он в Конституции. И если в Конституции что-то заложено, то, значит, надо следовать ей. А решения суда, они могут быть ошибочными, да. И если у вас есть выбор, на что опираться, на предыдущее решение судей или на Конституцию, как она трактовалась изначально, надо опираться, конечно же, на Конституцию. Даже если это будет означать то, что вот этот самый прецедент так или иначе отменен. Поэтому я еще раз завершаю уже сегмент, повторюсь, что если мы следим за этим делом, надо оставить все свои эмоции за или против абортов тоже за дверью. И просто наблюдать за тем, какая сторона ближе к Конституции. Я повторяю, мне понятнее позиция Томаса и объяснил вам почему. Но в целом, если вдруг продолжится вот нынешняя тенденция, и суды и дальше будут вынимать зубы, пользуясь этим старым выражением, правда, сенатским, а не судебным, из политики левых и Байдена, то это замечательно, хотя лучше бы этим занимался Конгресс. Но, тем не менее, тогда будем готовы к тому, что левые, конечно же, не остановятся. И будут предприниматься какие-то новые попытки либо расширить состав Верховного суда, либо еще что-то. Тем более, не забывайте, пока об этом как-то забыли, вы-то не забывайте, а в Конгрессе забыли. И на данный момент это, скорее, хорошо. Но, в принципе, Конгресс на самом деле определяет, какие решения оказываются в сфере внимания Верховного суда, и чем он должен заниматься, чем не должен. Ну вот, я помню, раньше многие консервативные аналитики призывали Конгресс что-то делать, потому что Верховный суд порой занимается не совсем тем, чем надо. Но вот демократы могут это сделать, тогда будет, конечно, не очень хорошо. Я надеюсь, что до этого не дойдет. И могут изменить конфигурацию Верховного суда и его юрисдикцию даже без назначений каких-то. Но, тем не менее, опять давайте рассчитывать все-таки, что они так увлекутся своими страстями, что на это внимание не обратят, а сосредоточатся только на расширении состава. А это все-таки на данный момент мы с вами видим повисло в воздухе, и слава богу. Ну, продолжаем следить и продолжаем надеяться на то, что Терри Доудс, Кларенс Томас и, надеюсь, еще многие другие судьи, назначенные Трампом или еще кем-то, или даже Бушем, почему нет, судей, назначенных Обамой, я не очень верю, что они еще свое слово скажут, потому что у них работа серьезная и опасная, прямо скажем. Вот, наверное, так. Если, Сергей, что-то добавить, с удовольствием передам слово. Да, конечно. Безусловно, во всяком таком споре присутствует политическая составляющая. Если федеральный закон регулирует аборты, это позволяет бюджету выделять деньги для такой конторы, как Planned Parenthood, порядка полумиллиарда долларов ежегодно, что позволяет этой гнилой конторе давать избирательной кампании демократов порядка, ну, несколько миллионов долларов на избирательную кампанию демократов. Если это не регулируется федералами, значит, каждый штат принимает свое решение. И я не уверен, что, скажем, избирателям какого-то штата понравится, что из их бюджета местные царьки выделяют компании Planned Parenthood миллионы долларов для того, чтобы они поддержали избирательную кампанию демократов. Именно за это идет основной спор. Именно это является вот этим стимулом для демократов, для либералов, так сказать, отстаивать этот закон, как мне кажется. И еще один вопрос, если позволите, который не имеет отношения к нашей теме. Вы все время говорите, благодарите за помощь. Назовите еще раз имя. Полину Волкову. Полину Волкову. Скажите, это ваша ученица бывшая? Да, совершенно верно. Она мне очень помогает, потому что времени мало, я не успеваю все набрать, поэтому я ей периодически вот на примерный набор тем скидываю, она мне подбирает информацию, чтобы мне было проще это сделать. Вот это продолжается уже долго, пока она меня не бросает, за что я ей очень благодарен. Поэтому что в каждой передаче с удовольствием и озвучиваю. Совершенно верно. И сейчас она находится в Лондоне, если я не ошибаюсь. Нет, сейчас она находится в Ижевске. В Ижевске. А до этого она ездила, была в Лондоне. Была в Польше, в Лондоне, нет? Нет, нет, нет. Может, когда ты была, но, наверное, это еще когда в школе было. Последнее время нет, не слышал. Чтобы она куда-то за пределы Российской Федерации выбиралась. Понятно. Давайте попробуем принять. Добрый день, у нас еще есть пару минут времени. Слушайте. Здравствуйте. Уважаемый Иван, я хотела бы услышать ваше мнение. Насколько я помню, выступал как-то Билл Гейтс несколько лет назад. И заявил, что земной шар перенаселен, и нужно сократить население, ну, по-моему, на три четвертых. И самым лучшим способом является вакцинация. Но дело в том, что мне кажется, что левые идут к этой цели не только при помощи вакцинации, все эти компании, которые за гомосексуалистов, за эти браки, за изменение пола и так далее, это тоже способ сокращения населения, потому что эти люди детей точно иметь не будут. И вот одним из способов являются еще и аборты. Как бы сокращение народонаселения. И вот мне кажется, что из-за этого тоже они насмерть стоят, чтобы защитить возможность убивать людей еще в утрове матери, что называется. Вот как вы считаете, правильно ли, так сказать, я сделала выводы. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, с вакцинацией тут штука очень сложная. Я не берусь судить однозначно, что и как. Я еще раз повторяю, что как таковая вакцинация, я против нее ничего не имею. Но вот данная у меня вызывает очень много вопросов. И я считаю, что принудительно ее ни в коем случае нельзя насаждать. Все должно решаться вами и врачом. Хотя, да, на врачей тоже сильное давление, ничего не могу сказать. А что касается вот этой вот программы на то, что люди это плохо и пусть лучше они вымирают и так далее, это да, это давняя система. Аннис Гейтс, она началась уже довольно-таки давно. Я даже приведу вам очень простой пример. Учебник, одобренный Министерством просвещения Российской Федерации по английскому языку, 11 класс. Текст, посвященный освоению космоса, открытым текстом говорит «Человечество – это тяжелая обуза для Земли». Ну, о чем тут еще говорить? Это, повторяю, Российская Федерация. Учебники для старшей школы. Вот так. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, Иван, вот в 1980 году американцы бойкотировали Московскую Олимпиаду. Влад Ветер, Советский Союз, бойкотировал Московскую Олимпиаду 1984 года. Ныне наше правительство демократов пытается бойкотировать китайскую зимнюю Олимпиаду. Но почему они это делают? Почему? Потому что, мне кажется, что китайцы все же таки помогли. Свои короной и деньгами Хантеру через полтора миллиарда. Как-то помогли демократам прийти к власти. Почему они это делают? Спасибо вам. Ну, а то, что они делают, это же не бойкот Олимпиады, который был при картере. Это дипломатический бойкот. То есть, туда просто не поедут несколько человек из госдепартамента. И все это абсолютно декларативное действие. Оно никакого смысла, на мой взгляд, не имеет. Если уж бойкотировать, то все, обрубать все контакты, действительно. Никто не едет вообще, ни спортсмены, ни бизнесмены, никто. Это будет бойкот. А это просто так игра на публику. Поэтому как раз здесь меня абсолютно ничего не удивляет. Для галочки, хорошее уточнение, совершенно верно. Это не значит, что команда Олимпийская США не поедет на Олимпиаду. Поедет. То есть, финансово Олимпиада от нашего бойкота никак не пострадает. Но за исключением, может, там несколько представителей госдепартамента не пойдут в китайские рестораны, не съедят там что-нибудь. Летучую мышь. Да. Летучую мышь. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день, Иван. Знаете, обузой для земли является небольшое количество людей на земле, а большое количество людей, которые не могут своим трудом обеспечить себя и свою жизнь экономически. Вот. И поэтому отсюда огромное количество так называемых бедных, иммигрантов, революций и всего подобного. И вот когда указывают на Скандинавию в качестве очень положительного примера, никто не хочет сказать, что там же работает почти 100% местного населения, шведского, датского, какого угодно. И вот только когда там появляются беженцы из Ближнего Востока, из Африки, там начинаются проблемы. Именно в этом вся проблема. А вот, к сожалению, все левое, которое захватило власть в Европе, в Западной, в Америке, оно все делает наоборот. Оно все делает для того, чтобы сделать людей бедными, несчастными и посадить их на шею тем людям, которые еще что-то делают. Просто не понимая. Вот когда все, знаете, вот эта вот тема о том, что надо выдавать людям по тысяче, по полторы тысячи в месяц, чтобы уйти было нормально. А когда все не захотят работать, почему бы и нет? Ну, не хочу я работать, но если такая прекрасная жизнь не будет, получать деньги на шару, откуда будут браться эти деньги? Тоже не хотят думать. Вот это вот самая большая сейчас, кстати, в мире проблема. Гораздо больше, чем всемирные изменения климата, вакцинации и тому подобное. Спасибо. Спасибо вам. Да я согласен со всем, что вы говорите. Просто я не думаю, что авторы учебников вкладывали тот же смысл, что и вы. Ну, про Скандинавию я периодически рассказываю, и тоже совершенно вы правы. И напомню, датские правы говорят, что вот высокий уровень жизни в Дании, ну, про другие страны не буду говорить уж про Данию, за ней больше слежу, никак не связан с высокими налогами и пресловутым перераспределением доходов, а связан только с экономическим ростом, который обусловлен, ну, как вы верно и сказали, тем, что датчане действительно работают, это скандинавская трудовая этика и так далее. Так что вы совершенно правы. Спасибо, Иван. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. И, Иван, мне хотелось задать вам несколько вопросов, если можно. Ну, первый вопрос. Вы затрагивали в прошлой передаче темы про Сороса. Но вы мне ответили самый интересный вопрос, а самый главный вопрос. Зачем он это делает? Зачем он имеет выгоду? Как капиталист, он занимается, он выгодит, имеет большие деньги, которых ему достаточно. Ну, зачем? Ему нужно, чтобы Америка была слабой. Зачем это его, как говорится, выгода? Второй вопрос. Вы проживаете в России, но как-то вы никогда не рассказываете, что происходит в России. Например, вы затронули тему, допустим, судей, которые запрещают в Америке решение нашего президента. А что происходит в России по этому поводу? Неужели ваши суды не запрещают решение президента о вакцинации? Или как происходит в России у вас? Было бы интересно, если вы рассказывали больше о России, о вашей отношении России с Китаем и так далее. И третий вопрос. Не могли бы немножко рассказать о себе? Чем вы занимаетесь в России? Так, все. Достаточно. Спасибо. Я очень быстро. На третий вопрос, ну, это все и так знают. Я, наверное, начну с конца. Поэтому быстро скажу, что я, как вы могли понять из моего предыдущего монолога, преподаю в обычной московской школе, что меня, в принципе, устраивает. При этом российская политическая система меня, увы, разочаровала довольно давно. Она мне не интересна. Так что, когда происходят какие-то важные события, я их комментирую на самом деле. Если вы поищите в архиве, вы найдете, и известно, что к нынешней системе и к российскому лидеру я ничего хорошего, никаких хороших чувств не испытываю, этого не скрываю. И обо всех безобразиях, что здесь творится, я говорю. А что касается Сороса, я в его голову не влезал, и, если честно, нет у меня желания это делать, потому что он мне неприятен. И пусть этим психоаналитики займутся. Мне главное указать, что он делает не так, на мой взгляд. С этим я, по-моему, справляю. Ну и потом капиталист Сорос зарабатывает деньги. У него не какая-то фабричка маленькая в Америке, и он, так сказать, зарабатывает на этом деньги. Я уже приводил несколько примеров, когда Барак Обам пришел к власти, когда он запретил бурить в Мексиканском зале. И платформы многомиллионной стоимостью перегнали в Бразилию, где они будут на гораздо более глубокой глубине. А потом оказалось, что основным держательным акций Петра Брас является Джордж Сорос. И акции сразу выросли в цене. То есть у вас не хватит вашего воображения, чтобы хоть вообразить, как этот человек зарабатывает деньги. Поэтому то, что происходит здесь. Или там, скажем, Баффет, который поддакивал Обаме по поводу, так сказать, повышения налогов. Обама, в свою очередь, тормозил строительство пайплайн, который из Канады идет, Эксель. То же самое сделал Байден. А нефть из Канады в Америку возят по железной дороге, которая принадлежит Ворону Баффету. Вот вам еще один способ зарабатывать деньги. Еще раз говорю, просто не то, что ваших знаний, вашего воображения не хватит, чтобы понять, как эти люди зарабатывают деньги и найти какую-то логику в их действиях. Хорошо, идем дальше. Ушел из жизни ветеран Второй мировой войны, сенатор, кандидат в президенты Боб Долл. Да, вы знаете, я смотрю, времени мало. И давайте мы, наверное, Боба Долла перенесем на следующий выпуск. Я всегда о нем поподробнее поговорю. Потому что личность интересная. Я не скажу, что однозначно консервативная. Но там можно много чего любопытного вспомнить и провести параллели с днем сегодняшним. Так что мы, конечно же, его память почтим. Все-таки человек заслуживает уважения. А подробнее тогда в следующий раз поговорим, если Сергей не возражает. Не возражаю. Тогда давайте поговорим. А тогда давайте про Иран. Тем более у нас второй раз бы мы без Ирана остались. И уж давайте все-таки о нем потолкуем. Дело в том, я в прошлый раз хотел вам рассказать. Мы там свои были. И вот сегодня давайте уж про Иран оставшиеся 15 минут. А как вы знаете, очередной раунд переговоров, связанных с возвращением Соединенных Штатов в иранскую сделку, провалился. И, как вы думаете, какой это уже по счету раунд седьмой? То есть вот сначала, с того самого момента, как Байдена ввели, внесли, как угодно это называете, в Белый дом, он и вся эта вернувшаяся с ним обамовская команда пытаются вернуть, восстановить эту самую сделку. А Иран этого делать, в общем и целом, не желает. Много на то есть объяснений от того, что у Ирана развивается и так его ядерная программа, до того, что, и ему эта сделка уже совершенно неинтересна, до того, что в Иране на самом деле Байдена вообще не воспринимают как какого-то серьезного, а главное, долгосрочного игрока. И в Иране видят ситуацию так, что вот они договорятся, а потом раз Байден уйдет, неизвестно, кто там придет, или проиграет в 2024 году на выборах, и сразу же любой более-менее адекватный политик из этой сделки выйдет. В общем, Иран не торопится и особенно ничего не предпринимает. Но тут другое еще интересно. В Иране и в Сирии тут произошли некоторые события, о которых либеральные средства массовой информации стоически молчат, потому что им это совещать не очень выгодно. Во-первых, в Иране идут довольно, сейчас, по-моему, еще чуть поутихло, но они точно были, и довольно активные, повторяю, действия против правительства, потому что в Иране проблемы с водой. Реально, вполне себе серьезные. Связаны они в основном с тем, что там так все построено, так работает, что вот доступ к рекам имеют фабрики разные, прежде всего связанные, кстати говоря, опять же, с военным и тому подобным производством. А граждане, ну, они как-то здесь остаются за скупками, и поэтому у них вот есть серьезные сложности. Так что идут волнения, столкновения с полицией, и в том числе довольно серьезные. Но вот в чем проблема, если бы вот этим самым моментом воспользоваться, и я не говорю, что там пытаться устроить какую-то революцию, смену режима и так далее, и так далее, но, по крайней мере, обозначить хоть какую-то поддержку иранцам, которые недовольны мулами и их ставленниками у власти. Но этого мы не видим. Потому что Джон Керри еще в 2009 году сказал, что, помните, тоже были в Иране волнения, что не надо поддерживать иранские все эти волнения, так как вот очень рассердятся правители Ирана, все эти мулы, президенты и так далее, очень они рассердятся, и будет всем очень плохо, поэтому давайте не будем туда никак помогать. И в результате, говорю, из одной к равности в другую. Не означает, еще раз говорю, что нужно туда выводить войска или активно развивать какие-то деятельности подпольную, но, по крайней мере, хоть что-то обозначить нужно. Более того, есть возможность туда через разные технические ухищрения и так далее проводить интернет, чтобы иранцы могли получать какие-то данные, помимо официальной пропаганды. Но, как и в случае, например, с Кубой, режим, который, как мы видим, в общем-то, Байден так или иначе спас на какое-то время, вот и с Ираном тоже это не предпринимается, потому что эксперты говорят, что надо сделать так, чтобы иранцы обычно имели доступ к интернету вне пределов цензуры. Но вот Госдепартамент и спецслужбы, они заняты немного другими делами и, прямо скажем, не совсем теми, которыми нужно. Так как все мы видим, враги цивилизованного мира, они оживились, и Путин, да, раз уж меня просили его упомянуть по заявкам слушателей, и китайцы, и иранцы тоже. Далее, в Сирии на прошлой неделе произошло нападение на американскую военную базу. База такая совершенно незначительная, там 200 человек всего нашего, Альтанф называется. И тут за этим нападением, но ситуация почти анекдотическая, на самом деле, которой, в принципе, быть и не должно было. Анекдотическая, потому что, к счастью, из американцев никто не пострадал. Почему никто не пострадал? Потому что американцев заранее предупредили, что эти дроны прилетят и нанесут удары. А предупредил кто? Ну, естественно, Израиль. Кто еще предупредил? И более того, Израиль, он, как вы знаете, регулярно наносит удары по разным бандитским формированиям исламским в Сирии расположенным. И вот после последнего такого удара по группировке, которая называется «Союзники Сирии», которая управляется из Ирана, союзники Сирии решили отомстить. Но при этом отомстить Израилю они побоялись. Именно так. И понимая, что если они будут мстить Израилю, то им прилетит в ответ «Ого-го, сколько всего». И помятуя о том, что при Трампе им тоже прилетело, мы все помним, это как это было, а при Байдене явно нет, то они решили отомстить Израилю, ударив по американской военной базе. Вот такой вот замечательный логический ход. В результате, как я уже сказал, ничего серьезного в принципе не произошло. Но сам по себе факт того, что американская военная база подвергается нападению, он должен вообще-то, не должен игнорироваться. А на это полагается предпринимать какие-то ответные действия. Я еще раз напомню, что было прошлой, пока еще прошлой зимой, когда было нападение на американцев в Ираке, да, сразу же устранили серьезную шишку в иранской военно-террористической иерархии. Помните, сколько было визгов и стонов со стороны левых, как, мол, Иран, простите нас, и так далее, и так далее. Но сейчас подобного нет. И стонов, соответственно, мы тоже с вами не слышим. Но это, на самом деле, очень плохо. Потому что если террористы, за которыми стоит Иран, ощущают свою безнаказанность, то они найдут способы еще какую-нибудь гадость сделать. И хорошо, если опять рядом окажется Израиль, который поможет, подскажет и сделает все, чтобы американских потерь избежать. А потом еще и выполнит за американцев их же работу и шарахнет по террористам в Сирии или еще где-то. Но, в принципе, за Израилем-то прятаться, это как-то не очень все-таки правильно. И Соединенные Штаты, в общем, должны показать, что не будут мириться с тем, что по своим военным базам наносят удар. Но, увы, как мы с вами видим, для администрации Байдена вот одержимость тем, что надо воскресить наследие Обамы и любой ценой вернуться в пресловутую сделку – это главное. Даже если, ну, подумаешь, на базу напали, ну, подумаешь, престиж американский падает во всем мире стремительно, чего не было очень давно, несмотря на многочисленные заверения. Ну, при Обаме было хорошо, не буду спорить. Несмотря на заверения администрации, что вот мы вернулись, и все будет замечательно. Но, тем не менее, все подобные действия, будь то посягательство на территорию Тавани, как я говорил, будь то это постоянное шебуршание российских войск около Украины, или вот действие Ирана, тут ответ один – это ощущение безнаказанности, что все сойдет с рук, потому что администрацию Байдена будут беспокоить глобальное потепление, будет беспокоить домашний терроризм, и будет беспокоить, конечно же, вот та самая иранская сделка. Поэтому здесь мы уже с вами видим, что Израиль опять берет инициативу в свои руки, опять что-то там непонятное происходит на этом атомном объекте, на танце, что-то там не то несчастный случай, не совсем несчастный случай, как всегда в Иране все скрывается и не особенно афишируется. Но, в общем и целом, Израиль-то в порядке, как мы видим, в смысле готовности защищать свои интересы. А вот администрация Байдена, увы, делает все, чтобы на первый план ставились не интересы страны в регионе, да и вообще в мире, а любой ценой спасти, воскресить ту самую многострадальную, несчастную сделку. И скоро, я так чувствую, восьмой раунд этих самых венских переговоров снова начнется, ну и результат, я не буду предсказывать, но я думаю, вы сами все примерно поняли. Здесь, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. У нас есть звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, Филипп. Да, добрый день, спасибо большое, что взяли мой звонок. Просто для, так сказать, школы ликбеза. Какая выгода Америке, там, Обаме, Байдену от странской сделки? Спасибо большое. Спасибо вам. Есть такое понятие, как наследие. И консерваторы говорят, что оно губит карьеры многих президентов. То есть, когда президенту надо обязательно заключить какое-то важное соглашение, увы, не заботясь о том, насколько оно реально нужно, важно. Я не буду сейчас здесь спускаться в симпатии Обамы, в то, что он хотел угодить врагам Америки за счет интересов союзников. Это вы все знаете. И без меня, я уверен. Все это в его программу входило. Но самое главное, вне зависимости от президента, это вот обязательно нужна договоренность. Даже если она приведет к ядерному оружию, если она приведет к развитию Китая, если она приведет к каким угодно международным кризисам. Увы, но после войны это стало одним из важных элементов американской внешней политики. И, увы, это элемент весьма-весьма печальный, который себя не оправдывает, по моему мнению. Но, к сожалению, как грабли, вот снова к этому возвращаются. Иван, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. Да, кстати, как погода в Москве, что у вас зима наступила, нет? Да, прям ночью обещают какой-то лютый снегопад, так что завтра пойду на работу, продираюсь. Как помнить Уильфа и Петрова, через Торосы и айсберги. Удачи вам. Спасибо. Спасибо, до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.